Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. И посмотрела я, ребят, видеоролик с ответами на вопросы зрителей. Наш феномен популярности, когда развод, про деньги и доход с ютуба. Ну, значит, изначально Нинка посадила сынулю нарезать окрошку. Да, у Вовка постоянно прислуживает мнение, и ей этого достаточно. Достаточно, что он приготовит окрошку, достаточно, что он порежет мяско, достаточно, что он пыль повытирает со шкафчиков. Да, зачем работать? Зачем зарабатывать деньги? Ну, он же для неё как ребёнок. Ну, а разве хочется отправлять ребёнка на работу? В общем, ребят, вот она, знаете, переобувается в воздухе, потому что то он для неё плохой, и она уж не знает, как выставить его на посмешище, то резко золотой становится, да. Значит, и посадила она дитю нарезать окрошку из полкило колбасы, что там, картошка, всего лишь 4 яйца, редиска, огурчики. Ребят, представляете, сколько этой окрошки будет? Они что, опять её неделю будут есть? К тому же всё протухнет, пока они сожрут. Ну, значит, пока Вовка там нарезал, нам не показывали, как он нарезал, Нино решила, значит, поотвечать на вопросы. Ну, контент не знает уже, какой придумать, и поэтому у неё опросник, да. Искренняя, искренняя Нина решила искренне ответить зрителям на вопросы. Да, и на вопрос, когда развод. Ну, развода, как мы уже поняли, да, не будет, не будет никакого развода. Нина говорит, что иногда да, иногда она так устает от всего, что приходится ей на своих плечах тащить. Ну, у Вовка же не приносит в дом денег, но он работает, да, как Нина сказала, окрошку нарезает, да, нарезает окрошку. Он как раз-таки трудится, говорит, он повар. И я тут чуть не легла, ребят, от того, что Вовка повар. Да какой он повар, Нин, чё ты несёшь? Но она так гордо сказала, что я чуть сама не поверила, что Вовка повар-профессионал. Хотя недавно сама его обсирала, слушайте, когда гуляли они там по Покровке, говорит, ой, там есть ресторан, дорогой-дорогой, в котором Вовка картошку чистил. Вот вам и повар, да. Только картошку чистить допускали пацана. Ну и дальше, как она относится, то, что мужчина не работает, или как она относится к тому, что кто в дом должен деньги приносить. Ну, короче, что-то такого плана. На что Нина сказала, что не важно. Не важно, кто работает. Главное понимание. Да, не важно, кто работает. Представляете? В жизнь. Просто, понимаете, ребят, я думаю, что она прекрасно уже поняла то, что она никому не нужна. Даже если бы она и вышвырнула Вовку, то вот представьте, кому она нужна ещё, кроме него. Ну, вот кто на неё посмотрит. Вы помните, она рассказывала про какого-то там кавалера. Да у неё, блин, ну уже этих кавалеров сколько она рассказывала. Который там то ли на жрачку ей денег пожалел, то ли что. Что-то была такая история, да. А здесь они оба любят пожрать. Одна тема жизни есть. Весь смысл жрачка. И, понимаете, ей никто не нужен. Он ей и за мужа, и за сыночка. Она и поорёт на него, и воспитывает его. Поэтому тут никакого точняк, ребят, развода не будет. Они как жили, так и будут жить. Ну, а то, что рассказывает, почему зазвездилась и почему стала такой популярной, мне правда смешно стало про популярность. Ну, какая она популярная? Говорит, вот, люди прячут свои проблемы, никому не рассказывают. Они говорят, всё хорошо, надевают маску, что всё прекрасно. А на самом деле, что творится в семьях? Ну и что? Ну и творится в семьях. У кого-то творится, у кого-то не творится, у кого-то больно на душе. И кто-то не хочет выносить на показ всё это. Слушайте, ну вот какие комментарии мы видим у пиратки? Её кто-то в чём-то поддерживает? Её эту никчёмную жизнь? Ну, кто её поддерживает? Один засёр в комментариях ежедневно. Один, два, три комментария найдёшь, которые сама Нино себе настрочит. Ну, или там какая-нибудь поклонница, похожая на неё саму, да? И что ей пишут? Какие поддержки? Кто у неё там учится жизни? Кто-то хочет научиться жизни у пиратки? Кто-то хочет жить как она? Жрать, спать и выходить на покровку? Ежедневно причём. Ну, эти путешествия её я даже не рассматриваю, потому что это всё то же самое, что они делают в Нижнем, то же самое и в этих путешествиях. Жрут, дрыхнут, ну, походят, побродят, да, в поисках дешманской еды, как обычно. И якобы она зазвездилась, прям такой звездинской стала из-за того, что она выносит на псёр всю свою жизнь, то, не знаю, мне кажется, нормальный, адекватный, уважающий себя человек не станет этого делать. Но вот скажите, ребят, хотелось бы кому-то выйти на Ютуб, трясти сиськами и жопой, показывая свою жизнь, как она говорит. Это, говорит, моя жизнь, да, я такая, как есть, и показываю себя такой, как есть. Ну, значит, это уже проблема. Раз ты показываешь, как ты сиськами трясёшь, как ты задницей трясёшь, я считаю, это ненормально. Женщине выходить в эфир и показывать такую дребедень. Да, говорит, показываю такая, как есть. Всё понятно, Нина, это уже проблема. Это просто реальная проблема. Ни одна уважающая себя женщина, ни одна. Я не говорю про одежду, я не говорю про внешность, не говорю про прическу, а я говорю именно про поведение. Ни одна уважающая себя женщина не станет этого делать, что делаешь ты. Но тебе нужен хайп. А ещё у тебя сдают нервы, потому что хороших комментариев ты не видишь. Искренне ты, искренне, да не искренне ты, вруха ты переобуваешься каждый день в воздухе и несёшь чухню людям. И это получается уже не популярность, это антипопулярность. Поэтому и комментосы строчат, только негативные. Но Нинка тоже не любит правду, когда ей лупят в глаза. Поэтому подтирает, подтирает комментарий. А потом каждое утро её колбасит не по-детски. И вот стрессы свои она как раз-таки на камеру и выплёскивает при помощи задницы и сисек. Но в конце это было что-то с чем-то, когда она сказала, что берёт кредиты, чтобы заработать. Ну, тут уж, правда, попахивает реальной клиникой. Но вообще-то не клиникой, а мошенничеством. Для того, чтобы кто-то по её ссылочке погулял и себе такие карточки приобрёл. А Нинка сорвала с этого процент. Думаете, это просто так? Так, конечно же, непросто. И что вы думаете? Люди же ведутся, находятся такие, находятся. Ну, в принципе, не знаю, как у пиратки, но многие ведутся. Хотя, вы знаете, эта схема точно для идиотов. Сама она, помните, всё время орала, что они никаких кредитов не берут, никаких кредитных карт у них нет. А получается, что сама по уши в кредитах и ещё и других подталкивает на них. Ну и про салоны красоты. Это вообще шо-то с чем-то. Что они водят друг дружку в салоны красоты. Нин, не трынди. В свой салон красоты ты ходишь сама. А вот Вовку водишь за ручку. Мы всё это видим у тебя в видосах. Так шо не плети чухню. И, кстати, хочу сказать, что нормальные, адекватные, любящие и уважающие друг друга семейные пары не будут выставлять себя на посмешище и свою жизнь. Да и какие бы проблемы внутри семьи не были, никогда не станут выставлять так, как вы на показ. Ну и про друзей. В гости они ходят. Интересно, в какие не на гости ты ходишь? Кроме Вовкиной родни, походу тебя и на порог никто не пускает. Да и друзей у тебя, собственно, нет. Миша не один, и тот, и тот не изъявляет желание особо с тобой общаться. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok